Валерий Комиссаров 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 Смею вас заверить, что еще ни одно изобретение нашей цивилизации не осталось без внимания мошенников. И уж если взламываются компьютерные сети Пентагона, что уж говорить о телефоне простой московской пенсионерки. Знакомьтесь, Мария Викторовна Ковалева. В августе месяце прошлого года у меня сестра в Орловской области, у меня есть телефон, я живу одна, одинокая. Я позвонила ей в конце июня, и в августе я решила позвонить, как здоровье, как что. Ну и вот, поговорила я только два раза. В октябре 11 числа я получаю извещение на оплату телефона. Думаю, это 086 код Орел, а что такое мне, целая бумажка из вещей, не вторая добавленная. Что такое за код? 1150. Позвонила у понедельника справочная, она мне отвечает, дочка, скажите за радиового, что это такое за код 1150, что за город? Она подумала, так и говорит, сколько вам лет? 73. А с кем вы живете? Рядна. А как у вас, общежитель, что ли? Нет, у меня двухкомнатная квартира. Ну вот, а вы смотрите телевизор, ну а что же, я говорю, наша жизнь такая пришла, я тем более инвалид второй группы. А она ей говорит, вы слышали, что такое секс? А я говорю, ой, в нашем возрасте, я говорю, это позор какой-то, стоит на даже слушать, я говорю. То есть это так называемый платный телефон для секс-услуг по телефону, да? Да, секс-услуги. Я говорю, ой, дочка, что же это такое, секс-услуги? Кто это такое? Бабуля, это от тебя кто-то говорил. Говорит, от меня? У меня некому говорить. Может, какие внуки? Говорит, нет у меня внуков. Может, что такое? Говорит, может, кто пришел, может, вы куда уходили, ключи отдавали. Раз, в теперешное время отдаю тебе квартиры одинокие? Да я никуда не выхожу. Я живу в Хрущевке, пятый этаж, говорит, куда мне ноги больные. Она говорит, ну ладно, что же делать теперь мне? Куда обращаться-то? Сумма-то, или 860 тысяч 430 рублей. Вот, или, а у меня пенсия до февраля была 370. Она ей говорит, ну положите, не платите, мы будем разбираться. Или, а кто будет, дочка, разбираться? Говорит, пусть служба разбирается. Что такое мне? Объясни, доченька, пожалуйста. Она говорит, это секс-услуги, есть, говорит, такая, это самое, в Америке. Есть, говорит, такая, ну, услуги, что вот отсюда заказывают, говорит, так, гомосексуалисты какие-то. Вот, говорит, а они это, там ищут, говорят, большой бюст, маленький бюст, извините, пожалуйста, блондиночка, всё такое. Доченька, ну а я-то при чём же? Какая блондиночка из меня? Я блондинка, да, по возрасту. Бац, мне отключает телефон. Спонсор передачи новый российский продукт. Омлет быстрого приготовления. Идеальный семейный завтрак. Спрашивайте в магазинах. Каким образом получилось, что на вашем телефоне числятся секс-услуги? Не знаю. А я вам объясняю. Обычно это делается таким образом. Это жучок. Знаете, что такое жучок? Ваш телефон выходит в коридор. В коридоре есть провода, подсоединяются к этим проводам, и можно даже не только с Америкой секс-услугами заниматься, а с Антарктидой и Северным полюсом. Потому что телефон-то есть, просто набирают и звонят. На чём сейчас дело стоит? Передали на мне в народный суд. Телефонный узел на вас подал в суд. Да, да. Что вы, понимаете, занимались секс-услугами и не заплатили. Да. Вторая сторона нашей темы называется это дармовщинка. Представляете? Одинокая пенсионерка вдруг, понимаешь ли, занимается по телефону гомосексуализмом. 73 года самое время. Таким образом, друзья мои, вот такая удивительная форма мошенничества, да, это подключение к телефону и воровство междугородних переговоров, а тем более даже с эротическим наклоном. Вот где правду найти, а, этой нашей уважаемой женщине? Как быть?